Привет, зрители канала! И сегодня передача реновации новостройки Москвы, очередной выпуск. И мы посмотрим те дома, которые попали в реновацию. Вот в этом Останкинском районе, на северо-востоке Москвы, рядом метро Алексеевская. Вот здесь идет строительство нового небольшого торгового центра. Здесь построено новое здание Хилл-8 на месте одного из зданий Наушнического института. Одно здание осталось, а другое разрушили. И недавно построили в прошлом году новый жилой комплекс. Ну а, собственно говоря, в реновацию здесь попало в этом районе 43 жилых дома на сегодняшний день. А в основном это блочные пятиэтажки. Но есть некоторые кирпичные и панельные, но их немного. Вот. И далеко не все дома на сегодняшний день попали здесь в реновацию. Большинство пятиэтажек, но не все. Ну, скажем так, домов до пятиэтажей, да. Там есть двухэтажный дом. Вот один. А в основном, конечно, это пятиэтажки. Вот. Ну и, да, начали мы от метро Алексеевская. И сначала мы посмотрим три дома, которые попали... Да, и, кстати, все дома попали здесь под снос. То есть реконструкция здесь не предусмотрена для домов в этом районе. И сначала мы посмотрим три дома, которые попали вот как раз в реновацию на вот этой вот большой Марьинской улице. И первый дом, он уже перед нами. Сейчас мы видим блочные дома. И вот этот у нас дом номер восемь. Эти блочные дома были построены в 62-63 годах. В одно время. И вот этот дом номер восемь, который непосредственно выходит на проезжую часть вот этой вот большой Марьинской улицы. Ну и смотрите, какие дворы тоже. Это вот еще дом по проспекту Мира, который, конечно же, не попал в реновацию. Ну, а вот это вот как раз блочная пятиэтажка. Первой половины 60-х годов она попала. Вот дома, кстати, тоже не попали. Иногда такие дома попадают в реновацию. Девятиэтажки блочные тоже. Ну, вот здесь не попало. Хотя на Звездном бульваре там пара-тройка таких вот подобных домов, правда восьмиэтажных, они попали. Итак, смотрим еще раз. Итак, вот эта вот большая Марьинская улица. И как раз здесь она заканчивается. Прям в тупике она, тупиковая улица. Такая небольшая, видите, всего одна полоса для движения автотранспорта. Остальное все припаркованное транспортом. Итак, это дом номер, напомню, восьмой. Вот, ну и дальше, соответственно, у нас дом десятый еще посмотрим. И вот этот дом напротив, вот уже по нечетной стороне. Дом двадцать третий. Ну, это все, опять же, блочные дома, построенные, как я уже говорил, в шестьдесят втором, шестьдесят третьем годах. Вот, три дома довольно компактно находятся. Рядышком, в самом конце вот этой вот большой Марьинской улицы. Ну, вот, а этот дом уже, видите, там 16-этажный, он уже числится по улице Бочково, который вот там проходит. Ну, улица заканчивая тупике, а пешеходная там буквально за этим домом сразу находится. Улица, улица Бочково. Итак, дом двадцать три. Дом десять. Такой вот. И дом восемь. Итак, восемь, десять и двадцать три. Вот, все дома, которые здесь вот на большой Марьинской улице попали в реновацию. Ну, а теперь мы переходим на, как раз на улицу Бочково. И там посмотрим один дом, который тоже попал в реновацию. Итак, вон остался позади дом по Большой Марьинской улице, двадцать третий. И за ним, соответственно, восьмое и десятое. Вот, а вот у нас дом по дворам Семержа, по улице Бочково. Ну, это не жилое здание, офисное. Вот, а вот как раз там находится блочный дом тоже. Начало шестьдесятых годов постройки. Шестьдесят второе, шестьдесят третье. Единственный дом, который вот попал в реновацию, под снос по улице Бочково. Вот, немножко он тут чуть глубине находится. И вот торцом туда выходит ближе к улице. Вот за вот этими большими высотными домами. Ну, как высотными. Не такими высотными, там десятиэтажными, преимущественно. Вот, вот это дом седьмой. Да, вот она как раз, улица Бочково. И вот это дом седьмой у нас. Вот он как раз и попал в реновацию. Вот, подснулся. Вот этот вот дом. Дом седьмой. Все, а там уже вот это как раз улица Бочково, там автобусный парк и так далее. Вот этот дом один попал. Ну, собственно, больше здесь особенно сносить и нечего, на этой улице. Да, это, кстати, я не сказал. Это у нас третий микрорайон Останковского района. Третий микрорайон, по которому мы сейчас ходим. Вот. Ну, и сейчас мы переходим на улицу Годовикова. И посмотрим там тоже четыре дома, которые попали в реновацию. Тоже подснос. Вот и в улице. И это тоже будут у нас пятиэтажки. Ну, и, кстати, заодно еще посмотрим мы площадку первого, так сказать, дома. По реновации, который вот, соответственно, проступает строить как раз именно по улице Годовикова. Вот для переселенцев из пятиэтажек. Это, опять же, Большая Маринская улица. Мы на нее возвратились еще раз. Можно посмотреть на дом восьмой, за ним десятый. Здесь их хорошо видно. Там мы близко смотрели. Вот новый жилой комплекс Хилла-8. И научно-исследовательский институт тоже. Рядышком с ним высотное здание. Помните, до 14-16 этажей. Так, ну, а мы идем к 16-му дому. Уже по улице Годовикова. Вот он, собственно, дом. Тоже блочная пятиэтажка. Тоже 62-63 годы постройки. Дом 16. Чуть глубине тоже находится этого третьего микрорайона. Вот дом 16. Да, и за ними, туда чуть подальше, да, находятся два дома 12-х. 12-х корпус 1 и корпус 2. Да, и, кстати, то эти дома, что мы видели, они попали во вторую и в третью очередь сноса. То есть их будут уже сносить после 25-го года, равно как этот дом 16-й. А вот 12-ые дома, они попали в первую очередь сноса. Здесь, в Останковском районе, совсем немного домов, если быть точнее, всего 4 дома, вернее, 5 домов попало в первую очередь сноса. Вот как раз два дома по улице Годовикова, за которыми как раз будет строиться реновационный дом. Вот два дома. 12-х корпус 1 и корпус 2. Тоже два блочных дома 62-го и 63-го годов постройки. Ну и дома еще по улице Академика Королева. Тоже 7-ые дома. Вот все. Остальные дома это уже либо второй, либо третий этап сноса. То есть 25-го года. Но это вот по плану, который был подтвержден в прошлом году. Ну еще раз посмотрим уже с другой стороны. Вот перед школой как раз это дом. Дом 16-й по улице Годовикова. Там Большая Маринская улица. А это вот уже 12-ые дома. У нас 12-ый корпус 1 и корпус 2. Те же самые блочные дома. 62-го и 63-го годов постройки. Получается 4 дома у нас попало по улице Годовикова. Вот это 12-ый корпус 2. А 12-ый корпус 1 он непосредственно выходит на проезжую часть. Стандартные дома. Между ними, видите, такой двор довольно большой, озелененный. Вот. И вот там за ним, я так понимаю, уже огородили, да, площадку. Сейчас посмотрим. Как раз домов, в которых будет строиться по инновации. Здесь вот по адресу улица Годовикова, дом 10. Ну, какой адрес. Может быть даже два дома будут строить. Строить на пересечении широким проездом. Там вот проходит широкий проезд. Вот. Соединяющий проспект Мира, как раз улица Годовикова. Вот. И вот здесь вот такое пространство, на котором как раз вот хотят строить реанновационные дома. Вот за этими 12-ыми домами. Ну, наверное, когда построят этот дом, а его хотят построить в 22-ом году, ну, пока, видите, еще стройка не началась, да, даже еще ничего не огорожено вот здесь вот на этом пространстве, то, наверное, тогда будут сносить эти дома. Поэтому они попали первыми. Вот, наверное, из-за этого. Вот 12-корпус 2 и 12-корпус 1. Здесь вот хорошо видно. И вот дворик, конечно, утонул в снегу. Ну, а так, конечно, здесь летом очень хорошо. Зелено и довольно тихо. Улица Годовикова и Большая Маринская. Да, такие довольно тихие улицы до сих пор. Вот здесь, видите, пространство. Как раз вот эта проезжая часть улицы Годовикова. И там вот дальше за гаражами идет широкий проезд. И вот здесь вот на этом вот территории, вот здесь хотят строить дом. Здесь уже новый дом построили. Вот, но это не про инновации. А здесь вот хотят строить про инновацию дом. Вот, видите, какая территория большая. Фактически пустующее, да, пространство такое широкое. Ну, и вот здесь вот хотят строить дом как раз при инновации. Ну, и последний дом еще по этой улице Годовикова. Дом седьмой, он находится на противоположной стороне. Мы смотрели четные дома. Шестнадцатый, вот эти, двенадцатый корпус. Два и корпус один. А седьмой дом, он находится там. Вот, там по той стороне, где раньше находился завод Калибр. Вот, и, собственно, там целый такой жилой поселок. Из разных домов. Разной этажности. Как раз при этом вот заводе. Вот здесь, как раз за ним, за этими домами находился. Вот там. Он уже давно не работает. Сейчас на его месте находится технопарк. Калибр тоже. Ну, там преимущество офиса всякие. Магазины, рестораны и все такое. Ну, что-то вроде немножко производится такое. Небольшое количество. И вот это как раз дом седьмой. Вот, но этот дом кирпичный, он старый. Был построен в 1903, в четвертом году. И довольно не самый старый дом. Вообще, который попал в Астангельском районе, который есть. Ну, наверное, даже и самый старый. Вот он, пятиэтажка. Он выделяется, конечно же. Это, по-моему, там годовиков, наверное, изображен, да? Ну, да. Который, собственно говоря. В честь которого названа эта улица, по которой мы сейчас идем по проезжей части. И к которой относится вот этот дом седьмой. Вот этот вот дом кирпичный. Вот этот дом тоже попал под снос. По реновации. Вот. А рядом с ним находится пятый дом. Тоже пятиэтажка, но она в реновацию не попала. То есть, вот этот седьмой попал. А вот с ним так вот. Образует практически угол. Ну, отдельно стоит, но почти так вот. Под углом с ним. Вот он не попал в реновацию. Вот это как раз широкий проезд. И вот здесь, вот на этой территории, вот здесь, хотят строить даже, по-моему, два дома по реновации сразу. Ну, пространство большое, поэтому позволяет. Вот этот широкий проезд. И здесь вот будут строить между годовиковым и широким проездом вот на этой вот территории. Ну, по идее, стройка должна уже начаться в ближайшее время. Иначе просто в 22-м году не успеет. Вот еще раз смотрим. Дом 7 по Годовиково. Ну, а там у нас остались 12-е дома тоже по этой же улице. Только по другой стороне. Ну, и они блочные. Это кирпичный дом. Ну, в 30-е годы, в общем, блочные практически не строили. Тогда строили все из кирпича. Вот, поэтому понятно. Ну, и здесь такое большое пространство. Вот жили здесь рабочие заводы Калибр как раз. Вот это микроавит. Там и 14-этажный дом есть. Высотные, более высотные дома. Тут они разные. Вот, только две фактически пятиэтажки. Вот это седьмой дом и пятый. Ну, вот седьмой попал, а пятый нет. Вот. Здесь жили преимущественно рабочие как раз от этого завода. Ну, а сейчас, наверное, живут, может, потомки этих рабочих. Ну, и так вообще, в принципе, уже. Кто только не живет, сейчас это уже особого значения не имеет. Вот этот пятый дом, видите, он немножко так наискосок стоит. К этому седьмому дому. И вот он в реновацию не попал. Хотя, по сути, такой же кирпичный. По сути, в то же время построенный. Ну, вот как-то так. Ну, не знаю, шуцелет ли этот пятый дом. Несмотря на то, что он не попал. Ну, мы все-таки имеем в виду то, что попал, то, что не попал. Это так, вот седьмой дом. Трестчерта года постройки. Попал в реновацию. А вот этот пятый, ну, на всякий случай посмотрим, чтобы иметь представление. Он практически упирается прямо в завод Калибр, бывший. В ограду. Вот. Видите, этот пятый дом. Какой он для Ульдина. Это все один дом, пятый. Вот он вот не попал. И там вот фактически уже за ним ограды этого завода Калибр, бывшего. Ну, а сейчас технопарка. Ну, это седьмой дом. Ну, а теперь мы через этот Мурманский, вышли к Мурманскому проезду. Вот. И здесь, за вот этим институтом Кулон, находится тоже небольшой жилой поселок такой, который был при Калибровском заводе, который уже тоже довольно давно не работает. Но если вместо завода Калибр сделали технопарк Калибр, то вместо Калибровского завода сейчас строится новый жилой комплекс коммерческий, который называется Айлав. Вон он, жилой комплекс. Ну, и здесь, вот в этом поселке, который стоит в основном с кирпичами, уже пятиэтажек, попало в реновацию по снос шесть домов. Из них два числятся по Мурманскому проезду, вот поэтому. Ну, а, собственно, четыре дома по Калибровской улице, видите, на честь Калибровского завода. И вот первый дом, то дом 16, вот он по Мурманскому проезду, вот поэтому. Вот дом 16. Вот, построенный в 1359 году, а вот это как раз Калибровская улица, вот она немножко так огибает, этот вот жилой массив. Ну, тоже раньше жили вот рабочий Калибровского завода, который вот там как раз рядом находился. Видите, очень удобно было, соответственно, тут жить и тут же рядом работать. Итак, дом 16. Дом 16. По вот этому Мурманскому проезду. Ну, видите, он стоит фактически на Калибровской улице, но числится по Мурманскому проезду. Ну, немножко так торцом к нему стоит, видите, 16-й дом. А следующие дома уже будут по непосредственно Калибровской улице. И вот мы сейчас мелькнули дом 20А. А вот это, кстати, дом по Мурманскому проезду, он в реновацию не попал. Это 18-й дом, видите, вроде пятиэтажка, но в реновацию не попало. Так что не все дома попали, но в основном. И не факт, что ее тоже не снесут, могут тоже заодно. А вот это у нас уже дом по Калибровской улице. Вот, 20А. Тоже кирпичная пятиэтажка, построенная в 1962 году. Вот здесь хорошо ее видно. И вот там прямо вот завод еще сохранились. Заводские цеха, строения. Ну, а так, ну, вовсю там уже строится вот этот комплекс i-Love коммерческий. Итак, 20А. А следующий дом, он панельный. Он выделяется из этих кирпичных домов. Единственный панельный дом здесь. В этом таком небольшом микрорайончике заводском бывшем. Вот, это вот у нас дом по Дойрон-22Б. 22Б, панельный дом, 1161 года постройки. 22Б. Вот такой довольно стандартный дом. В общем-то, 22Б в 61 году. Видите, этот поселок, он был построен в конце 50-х, в начале 60-х годов. Вот, ну вот, здесь поближе, 22Б. Так, за дерево немножко мешает, да, но сейчас. Вот, пожалуйста, без дерева. 22Б. Ну, видите, здесь спортивная площадка, детская, они все в снегу утонули. Еще раз напомню, 18-й дом, он в реновацию не попал. Вот, 22Б. Вот, а вот этот вот, 20-й, он попал за ним. Вот этот 18-й не попал. А точно такой же 20-й дом, уже по Мурманскому проезду, он попал. В реновацию дом непосредственно выходит на проезжую часть. В отличие от 16-го дома, 20-й он выходит на проезжую часть этого проезда. Ну, и был построен в 360-м году. Вот. Когда строился, собственно, этот вот такой небольшой жилой поселок заводской. Вот, дом 20-й. Ну, а этот точно такой же, собственно, времени постройки. Все такое же 18-е, он, наверное, на вас не попал. Мы смотрим еще раз вот на дом 20А, уже по Калибровской улице. И 22Б. Вот, а это у нас вот перед нами 22А. Но в отличие от 22Б, который панельный, 22А он кирпичный. Такое же, как очень-то большинство домов здесь. 22А, и построен был в 1959 году. Ну, собственно, вот с 59-го года здесь все и началось, в этом поселке. Вот, 22А. Дом. Так, ну и осталось последний дом еще посмотреть. 24А тоже по Калибровской улице. 22А он торцом выходит на Калибровской улице, которая там проходит. И, собственно, она фактически проходит вдоль стен завода. То есть, по одной стороне стены завода, а по другой стороне... Вот как раз был жилой поселок. Ну, вот так вот. Люди здесь жили, а дорогу перешли и тоже работали. А вот этот дом тоже не попал в реновацию. Еще один дом. Получается, два дома не попало, да? По Мурманскому 18-е вот этот еще тоже не попал в дом. Пятиэтажный, кирпичный пятиэтажка. Магазинчик такой. Прямо единственный в этом таком жилом микрорайоне заводском. Вот этот тоже не попал. А попал вот тот дом, 24А, который мы сейчас посмотрим. 60-го года. Тут же, вот видите, и детский сад. Так что все как бы свое, как говорится, да? По-моему, только школы не было, а так все фактически автономно. Ну, вон, видите, вырастают корпуса жилого комплекса АЛАФ. Но я не слышал, что бы там строили дома по реновации. Хотя бы один из домов. Не знаю. Но сейчас уже детский сад, видите, не работает. И тут какие-то коммерческие уже организации, если я это понимаю. Вот. 24Б. Ну вот, 24А, дом. Пятиэтажка еще одна, которая попала под снос по реновации. А вот этот дом 22-й по Мурманскому проезду, вот он не попал в реновацию, пятиэтажка. То есть не попало в этом вот микрорайоне всего два дома, 18 и 22-й по Мурманскому проезду. А по Калибровской все попали. И вот этот дом 24Б, как я уже сказал, 1160 года постройки. Ну и все, на этом поселок заканчивается. Там как раз отходит вот Калибровская улица, которая так вот окружает этот поселок и заканчивается на Мурманском проезде. Вот такой фактически, как бы полузакрытый поселок такой. Ну, для своих раньше был. Ну, сейчас, конечно, живут, в общем-то, все, как и во многих других местах Москвы. Все эти заводские поселки, они уже фактически не существуют. Именно как заводские. Ну, вот это, собственно, Калибровская улица. Ну, тот дом 9-этажный, он не попал на первеновацию. По другую сторону Калибровской улицы. Вот она, проезжая часть. Когда за этим домом 24Б проходит, он на нее торцом выходит и по ней чистится. И дальше там, а там вот завод за этими домами. Там уже территория бывшего завода, который сейчас застраивается в жилом комплексе Майлав. Так. Ну, и переходим вот на тот Звездный бульвар. И эти все дома, они тоже вот вторая, третья очередь сноса, то есть с 25-го года. Итак, мы на Звездном бульваре, а это значит, что уже неподалеку от метрового ДНХ. То есть мы от метро Алексеевской переместились к метровому ДНХ. Ну, как раз вот это те станции, которые занимает Асанковский район. Ну, и на этом бульваре попало в реновацию под снос. Вот это АТС-здание, там кондитерско-булочный комбинат Звездный, по ту сторону промзона. Вот, калибр как раз. Вот. И это значит, что как раз вот у них далеко в ДНХ. Ну, и здесь в реновацию попало 11 жилых домов. Ну, вроде кажется, как будто бы и немало, но с другой стороны, бульвар-то тоже большой. Видите, он 44-й дом. И далеко не все пятиэтажки здесь попали в реновацию. Хотя они блочные все, вот что интересно. Но не все. Но в основном, да, видите, вот этот блочный дом, он, например, в реновацию не попал. Вот, 42-й. Вот, так что, с другой стороны, здесь попали некоторые восьмиэтажки. Ну, там пара-дройка, но все-таки попали. Так что вот такая вот ситуация интересная. То есть не все даже пятиэтажки попали. Но с другой стороны, некоторые попали вот такие дома, вот эти восьмиэтажные. Вот. Но вот этот дом не попал, 42-й. Это 42-й корпус, 1-й корпус, 2-й, эти дома не попали. Ну, а за ними есть некоторые, которые попали. И все дома, которые находятся на Звездном бульваре, они все попали в третью очередь с носа. Все попали. То есть это с 29 по 32-й год. То есть еще лет 10 ждать жителям этих вот домов блочных. А они здесь все блочные попали, которые в реновацию с носа. Около 10 лет примерно стал ждать. Ну что ж, и начинаем те дома, которые уже попали у нас на сегодняшний день, опять же, да, в реновацию. И вот сейчас мы будем видеть блочные дома, построенные с 59 по 61 год. И вот первые дома, которые попали под снос, это вот эти дома. Причем и два дома, да. То есть и пятиэтажка, и восьмиэтажка. Вот это дома у нас были построены. Вернее, номера имеют 38 корпуса 1 и 2. Вот, 38, 38 корпус 2 и 38 корпус 1, который выходит на проезжую часть. То есть одна пятиэтажка, одна восьмиэтажка. Оба блочные и построены, в общем-то, практически в одно время. Там с разницей буквально, ну, 2-3 года, да. То есть небольшая разница. Вот один, вот второй. Итак, 38 корпус 2, 38 корпус 1. Вот. Ну и, соответственно, за ним сразу же идет вот этот 36 дом, который тоже блочный дом начала 60-х годов, который тоже попал в реновацию под снос. Вот. Дом номер 36 перед нами. Дом 36. Ну, он тоже вот выходит на проезжую часть. Ну, чуть-чуть с отступом, да, но, в принципе, проезжая часть. Здесь очень много деревьев, настолько много, что вот летом домов практически не видно. Они чуть-чуть там где-то вот за зеленью мелькают. Я здесь был как-то летом. То есть даже трудно сфотографировать дома, настолько они все закрыты зеленью. То есть прям буквально вот эти деревья, они все же зеленые. Вот. Так что вот очень много всего. Ну и следующий дом смотрим. Это вот дом 34 корпус 2. Вот он перед нами. Вот. Тоже, видите, когда мы отстроили специально. Один вдоль, другой поперек. То есть чтобы специально давать людям жизненное пространство здесь вот, да. Чтобы не окна в окна, как сейчас часто строят в человейниках. А все-таки как-то вот более комфортно сделать проживание. Итак, 34 корпус 2. Тоже дом попал по соусу по реновации. А вот этот восьмиэтажный дом 34 корпус 1, он не попал в данном случае. В отличие от 38 дому корпус 1. А это точно такой же, но не попал. Вот так тоже бывает. Ну и дальше у нас вот дом 30 корпус 2 тоже попал. А 30 корпус 1, он не попал. Еще раз смотрим. Дом 34 корпус 2. С другой стороны, который вот попал по соусу по реновации. 34 корпус 2. А это 30 корпус 2, который тоже попал по соусу по реновации. А вот эта восьмиэтажка 30 корпус 1, она не попала. Вот, только 30 корпус 2. Вот это блочная пятиэтажка. Начало 60-х годов постройки. Вот. 30 корпус 2. Ну и дальше вот 28 дом тоже попал в реновацию под снос. Сейчас еще получше посмотрим 30 корпус 2. Вот. Ну и, собственно, 28 дом. Тоже здесь неплохо видно. Но летом здесь практически ничего не увидишь настолько. Тут все плотно. Вот. Дом 28. 28. Вот там проезжая часть. Ведь отсуток небольшой есть, но близко, конечно, к проезжей части. Достаточно близко. Но сейчас еще ближе строят. Вот, например, новые реновационные дома на Щелковском шоссе. Очень близко построены к проезжей части. Итак, дом 28. Вот. А следующий. Так. Ну, давайте еще раз посмотрим. Так. 30. Итак, 28. А это у нас дом. Смотрим, 26 корпус 2 тоже попал. А здесь попали и пятиэтажка, и восьмиэтажка. И 26 корпус 2, и 26 корпус 1. Тоже вот эти два дома. Один за другим. Видите, они как идут. То есть здесь совершенно прослеживается четкая такая логика постройки. Вот этот дом тоже попал под основу по реновации. 26 корпус 1, и вот этот 26 корпус 2, пятиэтажка. То есть и пятиэтажка, и восьмиэтажка. И следующие два дома тоже попали в реновацию. 22 дома. 22 корпус 1, восьмиэтажка. И 22 корпус 2, пятиэтажка. Тоже блочная. Тоже с 59 по 61 год были построены. И тоже оба дома, они друг за другом попали под основу. Это уже, видите, относительно современные дома. Уже постсоветские. И влепили здесь. Ну вот примерно в таких домах предстоит скоро жить. Ну не скоро, может, а пусть и 10 лет. А может и пораньше снесут, кто его знает. Жителям вот этих вот пятиэтажек. Итак, здесь хорошо видно 22 корпус 2. И тоже хорошо видно 22 корпус 1, который выходит торцом на проезжую часть. Вот эти два дома тоже будут сносить. Ну и здесь вот еще раз смотрим с другой стороны. 26 корпус 2. Ну и скрылся 26 корпус 1. А там вот между этими домами, кстати, разные, так сказать, нежилые здания двухэтажные. Там всякие продуктовые магазины, ну и другие. А также всякие сервисы находятся. То есть все было продумано. А следующие там пятиэтажки, вот до пересечения с улицы Цандера, они в осноски попали. В том числе вот этот дом тоже не попал. Так что, как я уже сказал, не все пятиэтажки попали. Вот этот не попал, пятиэтажка. А это вот строят новую школу на улице Цандера. По-моему, дом 3, что ли. Ну, в начале улицы там, не так давно. На месте старого здания, которое находилось здесь. Где-то еще, по-моему, с 30-х годов. Все обвешало. И вот несколько лет назад его снесли. И теперь на месте старого здания строят вот эту вот новую уже, новую школу. Так, я понимаю, из двух корпусов, как она будет, наверное, состоять, да, из зеленых. Ну, видите, стройка вовсю идет. Не знаю, сколько там, четыре этажа, может, будет, да, школа? Вот. Ну, какое-то время тут никакой стройки не было, но потом вот все возобновилось. Вот. А вот как раз улица Цандера, она отходит от Звездного бульвара. Вот. Это начало улицы. И по ней тоже. Четыре дома попало в реновацию. И первый дом, который мы видим, это 4-корпус-1. Еще раз смотрим, школа. Вот это дом у нас. 4-корпус-1. Блочный дом 359-го года постройки. Она прямо напротив школы. С другой стороны только улица. Вот она. Сейчас мы ее перейдем. Вот здесь старое здание школы находилось. Теперь строится новое. Ну, когда построить, я сейчас, да, не знаю. Вот так вот. Ну, а это вот как раз дом 4-корпус-1. Блочный дом 359-го года постройки. А сейчас прочитаем, кстати. Так. Тоже вот реновации, да. Школу все одну из тесны, другую строят. Сандра, дом 3, да. А, начали строить второй квартал 20-го года. Вот. И третий квартал, то есть в этом году уже должны достроить. Ну, ближе к концу года. Третьим кварталом могут не уложиться. Но где-то ближе, наверное, к концу уже более реалистично. Вот здесь как раз ульца Сандра начинается. Вот она. И дальше туда идет, фактически, уже до улицы Академика Королева. Так, ну, вот это дом 4-корпус-1. А дальше у нас будут, соответственно, еще посмотрим один дом по Звездному бульвару 8-корпус-2. Вот это, кстати, тоже вот эти дома по Звездному бульвару еще идут. Они в реновацию не попали. Ни вот этот дом, ни тот. Вот так вот. Так что далеко не все попало, не все дома. Видите, какой страшный дом облезлый. И этот не попал. 14-й дом тоже не попал. И этот не попал, хотя такой облезлый. Вот так вот. Так что не все пятиэтажки попали. Хотя большинство, но не все. По Звездному бульвару. И, напомню, их будут сносить через 10 лет примерно. Этот дом у 12-й тоже не попал. Такой страшный дом тоже не попал. Они все блочные дома. И все были построены в одно время. Так, 12-й и 14-й дома, они не попали. Ну, этот вот 10-й дом тоже не попал. Ну, это понятно. Девятиэтажка. Хотя, конечно, да, такие тоже попадают. Но не в данном случае. А вот за ним как раз вот дом 8-корпус 2 блочный. Он попал. Под снос по реновации. Вот. Тоже пятиэтажка блочная. Вот этот не попал. Вот этот 8-корпус 1 тоже не попал. Восьмиэтажный дом. Дальше там 6-й тоже не попал. Блочный. А вот этот вот 8-корпус 2. Блочный пятиэтажка. От 59-го года постройки. Вот она как раз одна попала здесь. Среди этих домов. Видите, как. Вот это, кстати, я не сказал. Мы сейчас идем по 15-му, 16-му микрорайонам Останкинского района. Вот видите, как в одной части там вот между улицей Цандера и Аргуновской улицей. Там, соответственно, почти все пятиэтажки попали. Вот. А здесь, наоборот, только одна всего. Вот 8-корпус 2. Вот так вот бывает тоже. Ну, не захотели, видно, жители. А тут как раз поближе к метро ДНХ. Вот. Так что. Чем ближе к метро, тем, понятно, наверное, престижнее жить. Вот. Может быть, с этим связано. Не знаю. Ну, вот. С другой стороны 8-корпус 2. Вот этот дом здесь попал в реновацию. Ну, а теперь от Свёздного бульвара мы перешли на вот эту улицу Кондратюка. И здесь всего три дома. Три пятиэтажки. Они тут все блочные. Попали в реновацию под снос. 8, 10 и 12. Вот так они друг за другом идут. Далеко не все пятиэтажки. Совсем не два, не четыре, не шесть. Они не попали. Только вот 8-10. Видите, они все друг за другом идут. Торсами к этой проезжей части. И с небольшим тоже еще к тому же уклоном от нее. Вот. Вот это 10-й. Так. Вот он, 8-й. Вот это попал в 8-й дом. Вот это, да. Вот. Вот это 10-й попал в дом. Видите, два. И расстояние тоже между ними. 10-й, 8-й, 10-й. И вот тот 12-й. Вот три дома. То есть 1, 2, 3. Вот за ним попали. А там дальше вот тоже блочные дома. Вот, да. И все дома здесь были построены в 1663 году. Все вот эти три дома. 1, 2, 3. 8-й, 10-й, 12-й. 63-й год постройки. А вот те дома дальше там, соответственно, 6-й, 4-й, 2-й, они не попали. В реновацию хотя такие же блочные дома. Ну вот. Так тоже бывает. Да. И эти дома будут сносить во второй очередь. То есть с 25-го по 28-й год. Ну вот. Дом 12-й. Это вот как раз проезжая часть улицы Кондратюка. Там она от Останкинского проезда идет и до улицы Цандера вот там. Итак, дом 12-й. Дом 12-й. Но они все одинаковые. И все даже друг к другу параллельно проходят. Вот так вот под углом к проезжей части. Под наклоном небольшой. А дом 10-й тоже хорошо здесь видно. Вот такой же и 8-й. Вот. И снова мы переходим на улицы Цандера. Там мы уже видели один дом, блочный 4-й корпус 1. И сейчас еще два посмотрим. Вот. Ну вот этот вот, кстати, тоже дом. Видите. К 14-й он тоже не попал. Хотя совершенно такой же. Вот 14-й дом. Тоже в реновацию не попал. По улице Кондратюка. Вот. Ну а по той стороне там преимущественно не живите, не жилые строения. Школу, офисы всякие. Вот эти. Вот так вот. Ну. Что-то есть, может быть. Так. Дом 14-й не попал. Вот. А попал вот этот дом. Ну это уже, видите, он выходит лицом на улице Цандера. Поэтому это по Цандеру числится. Вот этот дом. И за ним следующий тоже лицом идет. Это у нас дом 10-й. А за ним дом 12-й такой желтенький. Это такой немножко чуть-чуть как бы желтого. А то такой ярко-желтый. Практически яичного цвета такого. Как яичный желток. Вот. А так, в общем-то, дома одинаковые. Тоже блочные. И 10-й, и 12-й. Дома. И построены были даже в один год. Опять же, в 1363 году. Так же, как и вот дома, которые мы только что видели. 8-й, 10-й, 12-й по улице Кондратюка. Ну, видите, они фактически примыкают друг к другу. И 10-й, и вот этот 12-й дом. По улице Цандера. Ну да, и они тоже попали под снос. По реновации. Перешли мы на 2-ю Новостанкинскую улицу. И здесь она как раз идет между улицей Цандера и Артуновской улицей. Здесь два дома попали в реновацию. Дом 17, дом 23. Вот здесь они находятся между девятиэтажками. Как раз вот один из домов. Вот. Ну и... Это у нас блочные дома. Построены во второй половине 60-х годов. Вот это дом у нас... 23-й блочный дом 66-го года постройки. А за ним дом 17-й. Тоже блочный дом. И построен был в 68-м году. Это в 66-м. 23-й. А тот вот 17-й. Был построен. Еще попозже, даже в 68-м году. Два блочных дома, две блочные пятиэтажки. И как раз они выходят непосредственно на проезжую часть. Вот там, которые как раз за ним проходят. Ближние вот эти девятиэтажки. Которые не попали в реновацию. Так, дома 17-й и 23. Вот. Один снесут во вторую очередь. А другой в третью. Вот. Так что еще подождут жители этих двух пятиэтажек сноса. Ну и здесь больше сносить нечего. Я имею в виду на второй. Новоосанкинской. Вот еще один. Дом 21-й между ними. Это 23-й. Ну а вот 17-й. Ну и это 16-этажный. Дома такие стоят уже высотные. Ну и вот пятиэтажки между ними затесались. Ну еще постоят. Ну все равно они уже приговорены. Снос. Есть вопрос о времени. Итак, вот это дом 17-й. Он как раз и уходит на проезжую часть. Ну здесь вот его хорошо видно. Дом 17-й. По второй Новоосанкинской улице. Ну снова мы выходим на улицу Сандера. И снова перед нами вот эти дома. 10-12. Ну которые мы видели со стороны двора. С другой стороны. А теперь вот видим со стороны проезжую часть. Они непосредственно уходят на проезжую часть. Ну напомню, это большие дома, построенные в 61-м. 61-63 год. То есть начало 60-х годов. Два дома, которые фактически, видите, с другом соединены почти в одно целое. Но все-таки такая небольшая перемычка есть. Кстати, там там тоже живут. Вот. И она, по-моему, относится к этому 10-му дом. Ну в общем, как-то так. Не знаю, можно ли перейти из одного дома в другой. Ну в общем, видите, так. Довольно интересная конструкция, конечно. Вот. Ну там вначале уже не видно остался дом 4, корпус 1, который мы смотрели. Ну и сейчас посмотрим последний дом, 4-й. Который попал здесь вот в реновацию. На улице Сандера. Вот она здесь уже, собственно, и заканчивается. Как раз вот там, на улице Академика Королева. Этот дом находится вот по другой стороне. Дом 11-й. То, что сейчас и видим. Вот. Это тоже блочный дом. Тоже 62-го года по сроке. То есть с начала 60-х годов. Собственно. Вот. Какая-то подстанция. Вот он, этот дом. На углу встретить Новосанкинские улицы, на которую мы сейчас как раз перейдем. Вот еще раз смотрим. Дома. Дом 12-й, за ним дом 10. А вот это дом 11-й. На улице Сандера. Итак. Вот это третья Новосанкинская улица как раз отходит. То есть этот дом лицом выходит на улице Сандера. По которой как раз и числится. Ну а своим боковым фасадом под углом выходит как раз торцом. Выходит на вот эту вот третью Новосанкинскую улицу. Которая идет от улицы Сандера и до Аргуновской улицы. Так же как и та Новосанкинская. Ну практически параллельно ей. Только под некоторым таким изломом. Такие улицы они довольно извидистые. Ну и сейчас собственно мы посмотрим дома, которые попали в реновацию. Непосредственно третья Новосанкинская улица. А таких домов всего 4. Они идут друг за дружкой. Вот это дом 23-й. Потом 21-й, 19-й и 15-й. Вот 4 дом. Итак. Дом 23-й. Это все блочные дома. И более того не все были построены в 62-м году. То есть в один год. Кажется как этот дом 11-й по улице Сандера. Итак 23-й дом. Да. Вот еще раз смотрим по Новосанковску. По Сандера дом 11-й. Ну а дальше уже пойдут по Новосанковске один за другим. Вот. 4 дома 23-й. Вот это 21-й дом. Проезжая часть тут совсем маленькая. Буквально одну машину. Совсем короткая. Ну и улица она такая. Движение здесь очень и очень слабое. Ну в часы пик конечно побольше машин ездит. Но все равно. Вот это дом 21-й. Здесь смотрим дом 23-й. Тут деревьев поврубали конечно. Довольно много. Немножко оставили. Вот. Ну такие пространства довольно большие. Все равно. Даже несмотря на то что вырубили много. Все-таки озелененность здесь неплохая. Итак дом 21-й. А следующий дом 19-й. Дом 19-й. Так вот друг за дружкой идут. Блочные дома 62-го года постройки. Дом 19-й. Здесь плоховато видно. Сейчас чуть поближе. А это не значит кулич. Может как вот этот. Вот здесь хорошо видно. Дом 19-й. А вон дом 15-й еще. Четвертый дом. На некотором расстоянии между ними. Вот. Потому что между ними собственно находится детский сад. Ну вот. Вот он. Дом 17-й. Ну а вот там дом 15-й как раз. Вот. Вот это его третий. Новостанковская улица тоже. Блочный пятиэтаж. Шестьдесят второго года построить. Ну а вот за этой вот третий. Новостанковской улицы. Уже идут дома по улице Академика Королева. Это все район ВДНХ. Конечно же. Знаете все улицы Академика Королева. Где Останковская башня находится. И телевизионный центр Останкина. Все эти известные объекты. Вот. И Останковский пруд. И Монорельс. Много чего есть посмотреть. Вот. И здесь вот тоже. Несколько домов. Ну если быть точнее. То. Пять домов. Пять пятиэтажек. Попали в реновацию. И все они тоже. Вот. У нас. Частично блочные. А часть панельные. И вот три дома. Один за другим идут. Это седьмые дома. Семь корпуса 2-4. Вот это семь корпус 4. Семь корпус 3. И за ним семь корпус 2. И вот эти дома. Да. Еще раз смотрим. Можно здесь посмотреть. Дом по Третьей Новостанковской. Двадцать один. А это девятнадцать. И вот эти дома попали в первую очередь с носа. То есть их должны по идее снести до 24 года. В ближайшие годы. Я уже говорил. Несколько домов попало. Все пять домов. Это мы видим по улице Годовикова. Вот. Двенадцать корпуса 1 и 2. И вот эти дома по улице Академика Горолева. Семь. Вот это. Корпус 2. 3. 4. Вот это семь корпус 4. Это блочные дома. Шесть. Все три блочных дома. И все были построены в 62 году. Так же как и дома вот по вот этой вот Третьей Новостанковской улице. Двадцать один. Двадцать три. Так. А это вот дом 7. Корпус 4. Вот это семь корпус 3 дом. Семь корпус 3. Они все одинаковые. И сзади вот семь корпус 2. Вот три дома, которые должны по идее снести до 24 года. Вот так. Семь корпус 3. Семь корпус 4. И семь корпус 2. Ну, они немножко в глубине стоят. Это опять же 15-16 микрорайоны Останкинского района. Кстати, вот там, где была улица Кондразюка. И восемь корпус 2 по Звездному бульвару. Там и вот это 10-12 еще. И четыре по Цандер. Это был 14-й микрорайон Останкинского района. Я забыл сказать. А это мы опять вошли в 15-16 микрорайоны. И так, вот это вот у нас дом 7 корпус 2. И вот где-то здесь хотят строить еще один дом по реновации. Стартовая площадка. Вот между вот этими седьмыми домами, которые должны по идее скорость нести. И вот домами по 3-й Новостанковской улице. Где-то вот здесь, на этой территории. Вот между ними где-то здесь. Должны строить еще один дом. Вторая стартовая площадка по реновации. Точно не знаю. Но где-то вот по карте показано где-то здесь. Вот между детским садом и вот этими домами. 7 корпус 2. И вот, соответственно, 15-м домом, да. На 3-й Новостанковской улице. Ну, а так, конечно, сложно сказать, где конкретно будет находиться этот дом. Может быть, этот дом снесут, например, 7 корпус 2. И где-то здесь, на его месте построят. Такой вариант тоже возможен. Но пока вот не очень понятно. И когда начнутся работы, тоже не очень понятно. Пока, как видим, ничего нет. Ну, наверное, все-таки работы начнутся. Иначе просто не успеют. Потому что дом хотят построить к 22-му году. Ну, и еще 2 5-этажки попали в реновацию на этой улице Академика Королева. Вот они перед нами. Тут они в глубине стоят. 15-16 микрорайонов. А Санкт-Петербург – это 9-этажки. Но они панельные. Не влочные же, а панельные. В отличие от тех, что мы видели, 7-ых домов. Это 9 корпуса 3, 4. 9 корпуса 3, 9 корпуса 4. Панельные дома. Один построен в 1662 году, другой в 1663. Вот они, два дома. Чуть глубине находятся от проезжей части. Ну, это Академика Королева, конечно, все знают, понятно. Вот они, два дома. Итак, 9. Один такой желтоватый, другой белый. Такой бело-серый, какой-то грязноватый немножко домик. Вот так вот стоят. Они тут притаились. Итак, 9 корпус 4 и 9 корпус 3. И вот между ним такой двор большой. Два дома так стоят в глубине. Ну, за такими большими домами, более монументальными, кирпичными, которые непосредственно выходят уже на проезжей части. Лишь в проезжей части находится. Вот и как раз несут. Ну, и последний дом, который попал в реновацию на сегодняшний день, находится здесь вот на прудовом проезде. Вот, который делает такую небольшую дугу. Вот, вокруг вот этой новомосковской улицы. Это, наверное, самый интересный дом, который мы видим. Этот вот, здесь вот два жилых дома. Причем вот эта пятиэтажка, она в реновацию не попала. Что интересно. Ну, она кирпичная, конечно. Но все равно. А в реновацию попал дом номер 13, который находится по другую сторону прудового проезда. Там буквально на аршиве совсем. Вот. Только вон один попал в реновацию. Он двухэтажный. Да. За этими гаражами. Пудового проезда, такой совсем тихенький, спокойный. Действительно на аршиве находится. Не так просто его найти. Сюда попасть. И тут буквально такой свой микромер такой существует фактически. Вот. Не знаю, что это за контора. Ну, эти гаражи. Ну, вот он дом 13 по прудовому проезду. Видите, двухэтажный кирпичный отштукатуренный дом 1557 года постройки. Ну, вот один из таких самых интересных домов. Вот. Наряду с домом 7 по улице Годовикова. И построен еще раньше. В 1334 году. Пятиэтажка там, да. Вот эти два дома самые интересные. Ну, это вообще двухэтажный. Единственный двухэтажный дом в Останковском районе фактически остался, получается. Ну, именно жилой дом, да. Вот. И он как раз попал в реновацию под снос. Вот. Так что, ну, вот он попал во вторую очередь сноса. То есть с 25 по 28 годы. Вот здесь он так. Вот на аршиве немножко находится. Там как раз за гаражами. Видите, весь погружение зелени. Ну, это летом, конечно. Ну, а зимой, естественно, все в снегу. Но все равно.